Салям алейкум. Крымская солидарная снова в прямом эфире. Вот уже почти девятый час. Судебные процессы по так называемой боксерайской третьей группе уже завершились. Вот завершающий адвокат Назим Сюхмамбетов. Сейчас он будет давать комментарий. Салям алейкум. Добрый вечер. Хайрла Ахшамлар. Эрбер шидейбер. Хайрла Тарафыбар. Стойте. Дайте. Дайте я. Дайте я назиму. Вот этот агрегат, который стоит. Салям алейкум. Добрый вечер. В нашем народе говорят. Эрбер шидейбер. Хайрла Тарафыбар. И сегодняшний день, вчерашний день, в этом есть некое благо. Но, возможно, чего-то мы еще не видим, не знаем. Но я уверен, что через время мы увидим, в чем было благо. Сегодня, полдевятого вечера, закончился, по сути, судебный конвейер. Я так бы это характеризовал. Сегодня был день крымских татар в Киевском районном суде. Кому-то продлевали срок содержания под стражей, кому-то избирали. Азимако? 5 секунд. Балар. Походу, батарейка с вольтур по труду. Давай не надо, давай так скажу, без микрофонов. Потому что этот, ну, аликет, брат. Давай. Вы записываете? Сейчас пишется или нет? Сейчас нет, наверное, но стрим идет. Ой, что-то громкое какое-то еще. Это очень важно. Спасибо. 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 Как я сказал, сегодня был день крымских татар в Киевском районе. Киевском районном суде судебный конвейер. Кому-то избирали меру пресечения, кому-то продлевали. В частности, вот сейчас, уже полдевятого вечера, прошло последнее заседание по избранию меры пресечения одному из фигурантов уголовного дела, которое было возбуждено вчера. И вчера были задержаны четверо крымских татар, которых обвиняют в терроризме. Сегодня нам представилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами, которые следствие приобщило в качестве обоснования необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в суд. И мы увидели, что в очередной раз разговоры в мечети стали основанием для возбуждения и подозрения человека в совершении террористического преступления, преступления террористического характера. К сожалению, эта практика уже длится не первый год. К сожалению, за разговоры в мечети сегодня дают больше, чем за убийство. Это пагубная, порочная практика. Я очень надеюсь, что рано или поздно она закончится. И все-таки этот сюрреализм, я его иначе назвать не могу, рано или поздно закончится. А надежду на то, что это закончится, дает, во-первых, позиции наших подзащитных. Все они, несмотря на все тяготы и лишения, проявляют стойкость и терпение, защищают себя и защищают, по сути, весь народ. Потому что они не позволяют себя огульно обвинить в терроризме. Собственно, это позволяет и сегодня говорить, что и наш народ не является таковым. Наряду с тем, что, в принципе, за всю историю существования этого народа, подобного народе, явления, как терроризм, оно никогда не было. Но при этом всегда были обвинения, которые сегодня именуются терроризмом, раньше экстремизмом, а еще раньше предатели и так далее. Поэтому это моя позиция в отношении этих дел и в отношении этих обвинений. Что касается сегодняшнего заседания Рустем Ага, Сетьмеметов, ему избрали меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая настоящего года. Он будет содержаться в следственном изоляторе. Он выглядит нормально. Несмотря на всю шокирующую для него ситуацию, он держит себя в руках. Мы с ним сегодня уже поговорили. Вчера была такая возможность. Он полон сил и надежд, и мотивов бороться и доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных обвинений. В ходе заседания нами были заявлены и приобщены к материалам дела, в том числе характеристики, которые, я обратить внимание хотел всех присутствующих, что эти характеристики, некоторые и большинство из них от лиц, скажем так, не крымских татар, не мусульман, которые отзываются о Рустем Ага исключительно положительно. Говорят о том, что он хороший семьянин, что он человек, который всегда прибегал и протягивал руку помощи. Но так уж сложилось, что сегодня эти люди вынуждены писать характеристики и замолвить за него слово в то время, когда его хотят обвинить в терроризме. Но всем, по сути, понятно, что терроризма там нет. Есть определенные дела, которые сегодня имеют ярко выраженный политический крен. Я, как я уже сказал ранее, надеюсь, что рано или поздно это закончится. И то, что столько людей пришло, это дает сил ребятам, и всем дает надежду на то, что это все-таки прекратится. Все, кто сегодня находится в тюрьмах, в нечеловеческих условиях, освободятся и будут рядом со своими отцами, детьми, женами. Будут спокойно жить у себя на родине, воспитывать своих детей, исповедовать свою религию так, как они считают правильным. Аллах разолсын, чок сауна. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...